Господин председатель, уважаемые коллеги, я благодарю Совет Безопасности за созыв этого внеочередного заседания для обсуждения безопасности и гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе в результате неспровоцированной и хорошо запланированной военного нападения Азербайджана. Сессия Генеральной Ассамблеи продолжается, и все члены международного сообщества собрались здесь для того, чтобы найти средства для поддержания мира и безопасности во всем мире. Все мы говорим о том, что в императивном порядке нужно осудить применение силы, не допустить гибель людей в результате техногенных катастроф. И все мы стараемся вносить свою лепту в мир. В нашем регионе, в Южном Кавказе, 19 сентября Азербайджан развязал очередное крупномасштабное наступление против народа Нагорного Карабаха, что является грубым нарушением международного права и трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года. Буквально вся территория Нагорного Карабаха, Степанакирт и другие города и населенные пункты подверглись неизбирательным артобстрелам с применением ракет, тяжелой артиллерии, боевых дронов, авиации, включая запрещенные кассетные боеприпасы. Интенсивность и жестокость наступательных действий четко указывает на то, что это продиктовано намерением завершить этническую чистку армянского населения Нагорного Карабаха. Результаты этой крупномасштабной военной операции явно обнажают их ужасный характер. Да, это предварительно, поскольку целенаправленным ударом подвергаются критические инфраструктуры, в частности, электростанции, телефонные линии, другие станции, интернет-оборудование. Население полностью отрезано, лишено возможности представить реальную ситуацию на местах. Также азербайджанские войска контролируют основные маршруты в Нагорном Карабахе, в результате чего невозможно посетить эти точки и получить информацию на местах. Пока что уже были подтверждены более 200 убитых и 400 раненых, в частности, среди мирных граждан, женщин, детей. Это было принято министром иностранных дел Азербайджана сегодня. Более 10 тысяч человек стали насильственно перемещенными лицами, включая женщин, детей, стариков, которые остаются на открытом воздухе без продовольствия и без других средств существования. Тысячи семей были разлучены. К этому нужно еще добавить примерно 20 тысяч перемещенных лиц в результате войны 2020 года. И тогда становится понятно, насколько огромны гуманитарные потребности на местах. Люди по-прежнему голодают из-за острого дефицита продовольствия в результате продолжающейся 10 месяцев блокады. Система здравоохранения парализована. В больницах нет электричества. Критический дефицит медикаментов. Люди лишены возможности получить даже первую помощь. Без ГСМ не могут кареты скорой помощи доставлять раненых в больницы. Кадры из Нагорного Карабаха вызывают шок. Дети, женщины, старики остались без крова и без продовольствия. Матери отчаянно ищут своих детей. Жены плачут, что азербайджанцы могли посадить в тюрьму их мужей. Все это происходит не сто лет назад, а сегодня на глазах международного сообщества. В 21 веке сложно в это поверить. В соцсетях полно кадров армян из Нагорного Карабаха, которые ищут своих детей, родственников. Дети вдруг появились в бомбоубежищах, на улицах, плачут, просят родителей, чтобы они могли вернуться в дом. Они отказываются свыкаться, принимать то, что у них больше нет дома. Один восьмилетний мальчик пропал без вести в одном из населенных пунктов Нагорного Карабаха. Его 10-летний брат был убит. И тело невозможно было даже забрать из деревни. Другой брат получил ранение. Это лишь примеры многочисленных случаев. В глазах азербайджанцев эти дети террористы. А действия Азербайджана, ракеты, бронетехника, артиллерия, беспилотники были нацелены против этих детей, их родителей и бабушек и дедушек. В соцсетях азербайджанских полно призывов найти пропавших без вести детей и женщин, изнасиловать их, расчленить их и скормить их собакам. Азербайджанские пользователи обмениваются страничками армянских женщин из Нагорного Карабаха в соцсетях. Держат пари, кому выпадет шанс изнасиловать их, когда они будут под контролем Азербайджана. Коллеги, все это можно было предсказать. Мы уже предупреждали в течение длительного времени, но международное сообщество отказывалось серьезно отнестись к этому. Эта агрессия стала кульминацией 10-месячной блокады Лачинского коридора и голода, которым морили народ Нагорного Карабаха. Острый дефицит продовольствия, медикаментов, топлива, природного газа, электричества, других важнейших предметов уже привели к тому, что уязвимое население Нагорного Карабаха оказалось на грани гуманитарной катастрофы. Было бы наивно полагать, что это не было тщательно продумано еще до того, как произошла институционализация бесчеловечной блокады с целью сломить волю и способность народу Нагорного Карабаха к сопротивлению, чтобы продолжать жить на земле предков. Азербайджанская агрессия, которая вершилась с явным варварством, намеренно была нацелена на гражданское население и инфраструктуру, стала заключительным актом трагедии, направленной на изгнание народа Нагорного Карабаха. Когда азербайджанцы заблокировали Лачинский коридор, мы созвали срочное заседание Совбезовым в декабре 2022 года, но Совет Безопасности не отреагировал адекватным образом. Когда Международный суд в феврале, 22 февраля и 6 июля 2023 года приняли юридически обязательные постановления, и они не были выполнены Азербайджаном, Совет Безопасности в качестве органа, который должен обеспечить выполнение постановления Международного суда не отреагировал адекватно. В апреле, когда Азербайджан незаконный блок по Солочинском коридоре организовал и зачем стал похищать людей, включая тех, кто находились под защитой международного гуманитарного права, опять-таки международное сообщество не предприняло адекватных мер. Армения созвала вновь экстренное заседание Совбезов в августе 2023 года, предупреждали о хрупкой ситуации, гуманитарной ситуации, призвали Совет Безопасности воспользоваться его инструментарием, чтобы заняться всеми вопросами, чтобы народ Нагорного Карабаха не остался позади. Совет Безопасности не отреагировал адекватно. В течение нескольких дней до 19 сентября, до начала азербайджанской агрессии, когда Армения била тревогу о возможности применения силы Азербайджанам и стремилась к конкретным мерам и действиям, чтобы не допустить этого сценария, международное сообщество отреагировало на наше предупреждение, проявив скептицизм. Сейчас, когда Азербайджан уже применил силу против народа Нагорного Карабаха, когда этих людей насильно выгоняют из домов, когда они подвергаются опасности насильственного выдворения с их родной земли, когда многие защищают свои семьи и отстаивают свое право на жизнь в условиях достоинства на своей родной земле. В течение последних 30 лет они подвергаются опасности массовых арестов и преследований. Когда сложилась ситуация, при которой больше нет намерения, а уже есть четкое и бесспорное доказательство политики этнической чистки и массовых злодеяний, Совет Безопасности ООН должен действовать. Несмотря на то, что были приняты все требования азербайджанской стороны для того, чтобы остановить кровопролитие и несмотря на продолжающиеся сегодня переговоры, народ Нагорного Карабаха вновь подвергся нападениям с использованием оружия различного калибра минометов. Таким образом, гражданское население вновь было вынуждено скрываться в подвальных помещениях. Как мы считаем, подобные удары и дальнейшие преследования будут продолжаться, пока не будет четких международных действий. Кстати, что касается упомянутых требований, хотелось бы сказать четко и недвусмысленно, что Республика Армения не участвовала в этих дискуссиях. И мы решительно заявляем о том, что утверждение и ссылки на присутствие каких-то военнослужащих и состава вооруженных сил Республики Армения в Нагорном Карабахе не соответствует действительности. Перед лицом этой попытки мы четко видим намерение ряда игроков вовлечь Республику Армению в военные действия. И таким образом, чтобы бои и столкновения велись уже на нашей суверенной территории. Позиция Армении тверда и неизменно. Необходимо наладить мирные отношения, исходя из взаимного признания суверенитета и территориальной целостности. А явно это не должно неверно толковаться и не должно использоваться в качестве лицензии на совершение массовых злодеяний, включая этнические чистки в Нагорном Карабахе. Права и безопасность армянского народа Нагорного Карабаха должны быть должным образом рассмотрены и международно гарантированы. Есть еще один очень важный аспект касательно участия сторон. Как я уже отметил, некоторые из вас в своих заявлениях по-прежнему озвучивают общие призывы к сторонам конфликта. Но этот подход и терминология больше не актуальны. Больше нет сторон конфликта. Есть совершающие преступления, есть жертвы. Больше нет конфликта, а есть реальная опасность преступления, злодеяния. Возможно ли это предотвратить еще? Мы собрались здесь, потому что мы в это верим. Потому что мы по-прежнему верим в человечность, в международное право и в способность Совета Безопасности решительно действовать, когда на карту поставлена жизнь тысяч. Господин председатель, в этом контексте вновь и вновь я взываю к Совету Безопасности. Прошу продемонстрировать его авторитетность и репутацию, предприняв следующие срочные меры. Осудить возобновление боестолкновений и удары по гражданским населенным пунктам и инфраструктуре. Потребовать полного выполнения обязательств по международному гуманитарному праву, включая те, которые связаны с защитой мирных граждан, в частности женщин и детей, а также критически важных объектов гражданской инфраструктуры. Незамедлительно развернуть межведомственную миссию ООН в Нагорном Карабахе с целью осуществления мониторинга и оценки прав человека в гуманитарной ситуации и положения с безопасностью. Обеспечить беспрепятственный доступ для учреждений ООН и других международных организаций к Нагорному Карабаху в соответствии с гуманитарными принципами. Обеспечить полное сотрудничество сторон добросовестно с Международным комитетом Красного Креста, с тем, чтобы заняться последствиями военных действий, включая установление личности тел, опознание тел, поисково-спасательные мероприятия в связи с пропавшими без вести, освобождение военнопленных, обеспечение беспрепятственной безопасной доставки гумпомощи при неукоснительном соблюдении МГП. Обеспечить возвращение перемещенных лиц в результате недавней агрессии, а также лиц и беженцев, перемещенных в результате войны 2020 года, возвращение в их дома на территории Нагорного Карабаха и прилегающих районов, которые находятся под мониторингом и контролем соответствующих учреждений ООН, как-то было предусмотрено в двухстороннем заявлении, принятом 9 ноября 2020 года. Обеспечить незамедлительное восстановление жизненно важных поставок, включая продовольствие, медикаменты, топливо, газ и электричество. Потребовать незамедлительного восстановления свободы, безопасности, перемещения лиц, транспортных средств и грузов в Лачинском коридоре в соответствии с постановлением Международного суда. Обеспечить устойчивый международный механизм диалога между представителями Нагорного Карабаха и официальным Баку, чтобы заняться вопросами, которые связаны с правами и безопасностью армян Нагорного Карабаха. Потребовать вывода военных и правоохранительных азербайджанских органов из гражданских населенных пунктов Нагорного Карабаха для того, чтобы исключить панику, провокацию, эскалацию, что подвергает опасности мирного населения до результатов переговоров. Исключить карательные действия против политических и военных представителей Нагорного Карабаха. создать возможность для того, чтобы миротворческие силы под мандатом ООН обеспечивали стабильность и безопасность в Нагорном Карабахе. Наконец, господин председатель, дорогие коллеги, позвольте упомянуть, что сегодня мы отмечаем День независимости Республики Армения. И позвольте поздравить моих соотечественников. В связи с этим очень важно и наполнено большой символикой днем. Большое спасибо. Я благодарю его...